здравствуйте друзья это передача честная песня я ее ведущий михаил грубов сегодня у меня по многочисленным просьбам я этого прямо подчеркиваю у меня сегодня значит дуэт смысл есть ирина ламели я запомнил ты мне в прошлый раз поправила и дмитрий светозар ребят спасибо что приехали но ваше становление мы уже обсуждали как у вас все начиналось поэтому особо углубляться не будем давайте мы вот просто я знаю что у вас сейчас много было интересного происходило в жизни да его вообще растете это видно вообще абсолютно точно что происходило чем похвалитесь на сегодня ну во первых приветствую михаил приветствую большое спасибо что пригласил мы очень рады что просили у тебя чтобы мы пришли нам это очень приятно что изменяется что произошло но мы таки выпустили первый наш альбом и вот-вот уже готовится к выходу 2 песни с первого альбома исполняем много пользуется популярностью слава богу людям очень нравится подпевают что у нас еще изменилось мы съездили на конкурс олег газманова родники нет подожди давай сначала первый альбом он вышел первый альбом вы над ним сколько там карпели сидели как это и потом была ли презентация где где не важно была ли презентация как прошла презентация как приняли альбом вот про это расскажите этому успеем еще по поводу песен из альбома вот песни они сначала писали списались у нас вообще сначала планов не было они планируют и вот у нас какое-то количество песен уже набралось и тут вдруг мы подумали а почему бы нам не выпустить альбом да мы это сделали вошло 10 песен была у нас презентация она прошла с достаточно большим таким размахом мы не ожидали что будет полный зал пришло очень много людей и концерт длился где-то два часа мы спели песни из альбома и какие-то еще дополнительные и повторяли потом на бис еще какие-то песни присли кучу цветов какие-то подарки было очень приятно осталось много хороших видео фото и впечатлений конечно да в общем она состоялась эта презентация состоялась и вы считаете альбом получился мы уверены что альбом получился уверены потому что сейчас вот уже прошел год мы исполняем наши песни на разных концертах на разных площадках и мы видим реакцию зрителей которые уже знают эти песни и прям реально стоят и поют их вместе с нами или кто-то подходит или кричит из зала а спойте вот эту и мы то есть это приятны люди знают думаем при выпуске второго альбома чтобы песни были не хуже чем в первом да кстати вот задача такая там действительно очень сильные песни получились а там не посещает так что вот песня уже звучит 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 а потом ты и слушаешь и говоришь блин надо переделать вот здесь что-то мне не нравится это я любитель скоростью было я любитель поизменять потому что обычно да бывает вот эти все я бы сделал переделал здесь перепел то есть в общем угрызение самоедства пока нет еще не наступила пока нет но ведь совершенства уже нет предела нет всегда можно что-то изменить надо вовремя останавливаться богу нам никуда для этого не надо бежать мы сами все это делаем все в студии у вас дома студию как бы в этом плане вам удобно там и лишние деньги не платить да ну и по поводу качество звука я как бы вот как свидетель то что вы там исполняете да это конечно отличного полный фурор у вас всегда я вообще балдею от того как вы там исполняете мазать его и аранжировка и подача и все у вас там как бы все отлично это вот я без всякого лукавства говорю ну не зря же просили вас еще раз пригласить поэтому я думаю все впереди вы растёте растете первый альбом вы выпустили на носитель или как или просто презентация но виртуально он вышел виртуально да он вышел официально нет мы его не печатали пока не печатана ну мы пока просто не вижу не видим в этом смысла он просто вышел он скачивается он слушается пока в принципе этого достаточно и второй альбом у вас и сейчас вы планируете там уже сколько песен. Второй альбом будет, думаю, песен побольше, 12, может быть, даже 15, потому что песен уже понаписали много, и еще лежит на сегодняшний день песен 5-7, которые мы начали, и которые надо доделывать. Вот мы такие вот медленные, ленивые подчас. А там вот альбом, который первый у вас был, вы же эти песни исполняли до того, как вы презентовали? Да, мы все эти песни исполняли. И второй как бы вы тоже сейчас, то, что вы там пособираете на второй альбом, вы тоже их уже исполняете? Не все. Есть песни вообще новые, которые еще даже никто не слышал. Не, но у вас как? Вы их держите до презентации? Или они потом все равно будут звучать? Мы думаем, что до презентации мы придержим где-то песни 3-4, чтобы на самой презентации что-то было вообще новое. Это уже интересно, и нам интересно, и зрителям интересно. А все остальные, конечно, уже люди слышали. Ну, хорошо. Хорошо, потом, значит, второй альбом вы сейчас работаете. Еще я, как бы, вот мы с вами разговаривали, говорили, что там у вас много песен исполняют другие люди, как другие исполнители. Вот, давайте мы сейчас прервемся на композицию, а потом расскажите, с кем вы работаете. Хорошо? Хорошо. А сейчас послушаем, значит, первую композицию. Кстати, вы потом о ней расскажете. Это песня госпитальная. Да. Вот там серьезная песня. Дуэт «Смысл есть», «Госпитальная». Слушаем, смотрим. Горько плачет за окном дождь, Скоро ляжет на домах снег. А на тумбочке конфет «Горость» В коридоре медсестры «Смех» Снова пуля пронеслась сквозь. Слава Богу, не твоя смерть. Я возьму себе твою боль. Ты подаришь мне любви. Свет, я твоя. До последнего глотка. До утра ты мой, только до утра. А потом от тебя и до меня война. Война. Пусть оплачет эту боль дождь, И укроет землю всю снег. На войне любая жизнь грошь, И течет сквозь пальцы наш век. И уйдешь ты от меня вдаль. Я тебя перекрещу свет. На плечах твоих любви шарь, На твоих плечах звезды свет. Ты моя до последнего глотка. До утра я твой, только до утра. А потом от тебя и до меня война. 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 Я твоя до последнего глотка. До утра ты мой, только до утра. А потом от тебя и до меня война. Война. Я твоя до последнего глотка. До утра ты мой, только до утра. А потом от тебя и до меня война. Война Марина Райзер Наша давняя Знакомая, подружка Поэтесса очень серьезная Поэтесса как-то прислала нам Текст госпитальный Мы начали Этот текст читать Точнее Ириша начала его читать И вдруг я смотрю, она сидит и плачет Реально плачет Ну теперь продолжай ты Она прислала его мне, говорит Ир, посмотри Может быть вам понравится Я его читаю и понимаю, что в этом стихе В этом стихотворении просто описывается История моей семьи Потому что именно так в военном госпитале Во время Великой Отечественной войны Познакомились мои бабушка и дедушка Родители моего отца Их уже на свете нет, для меня это очень большая боль Я очень их любила И продолжаю любить И папы уже нет, к сожалению И тут мне вот Текст такой приходит Конечно я сижу и плачу, Дима говорит, что случилось Я говорю, это же про них Он же знает, я же ему рассказывала Я говорю, Дима, надо писать песню И Дима такую мелодию написал Прям вот очень быстро Он почитал, говорит, я сейчас Он вскочил, схватил гитару, сел Трям-трям-трям-трям-трям-трям напел Ну потом, конечно, я опять вмешалась Как всегда, я исправила здесь ноту Тут аккорд, тут еще что-то Так что я чуть-чуть соавтор И все, и песню Неделю у нас что-то Не было возможности ее уже спеть Аранжировку я сделала прям вот за один день Просто он был пока на работе Сутки, я прям села Зафигачила эту всю аранжировку Он приехал, быстро сыграл все гитары Прямо на следующий день, когда приехал И потом что-то целую неделю У нас не было времени ее записать То одно, то другое Я спать не могла Я говорю, Дима, я ее спеть хочу Вот хочу и все Я сплю и пою ее во сне В конце концов, я ее спела Мы ее записали Отправили ее Марине Она звонит, плачет Ребята, какая песня И проходит, ну, пару дней, наверное Она говорит Ребят, там Олег Газманов устраивает конкурс «Родники» Давайте отправим Да, отправляй Да, пожалуйста Она отправила Мы как-то, да, отправляй Ну, мало конкурсов, да Но их же полно проходит Ну, отправила, отправила Проходит три месяца Она нам звонит Ребят, вы знаете, мы в финале В каком мы финале? Она, ну, как? На конкурсе у Газманова «Родники» Я вот это да И дальше уже понеслось Нам стали уже звонить продюсеры Администраторы Уже все устаканивать Там для самого финала Они нам ее чуточку сократили Убрали этот третий куплет Потому что там время, тайминг Да, да, да Соло проигрыш Да, убрали соло Мы не обиделись Потому что все равно мы ее поем целиком Это все понятно На наших концертах И все И мы поехали в Ставрополь И там был совершенно грандиозный концерт Кстати, он уже шел где-то по ТВ И где-то в ближайшее время Он тоже будет идти по ТВ Вот целиком уже в таком формате Там так все это было организовано На таком уровне Даже вот эта красная дорожка была Для артистов Синего цвета Потому что родники У них синяя птичка Логотип Нас прогоняли через эту дорожку Народ там хлопал Овации Ну это вообще Почувствовали себя звездами Звездами, да Там сама и съемка И сама песня Как бы смотрится очень Да, торжественно Очень Так Впечатляет, конечно Вот этот номер ваш Очень интересный Номер нам поставили Да, Иван Александрович Юрчук Это наш главный режиссер Он же все это продумывал И у каждого из артистов Из выступающих Был свой номер Туда понагнали Какие-то огромные хоры Прям многочисленные У кого-то за его спиной Стоял прям оркестр симфонический Там струнные Вот эти все инструменты Какие-то казачьи пляски У всех прям вот Массовость Она была на сцене У нас был самый Театрализованный номер Единственный Именно театрализованный Были два актера Даша и Саша Они играли вот Раненого и санитарку На них периодически Падал свет И из зала Они то появлялись Они что-то играют То он Исчезает свет И они пропадают До того прям Потому что вот мурашки И играла на черном рояле Прекрасная пианистка Даже органистка Светлана Она выходила Она вот сидела И играла на этом рояле И мы когда это все увидели Уже потом на видео Я говорю Господи Какой номер вообще Да Ну конечно было очень волнительно Но мы справились Да С чем вас поздравляю Ну вот в финале Ну там же отбор Какой-то сумасшедший был Там был отбор Было порядка 20 тысяч Песен прислано Нам потом рассказали Там столько этапов было Этого отбора Из этих 20 тысяч Сначала Студенты Выбрали Порядка Пяти что ли тысяч Где-то так Да Там прям отсеивалось Потом из этих пяти тысяч Другой этап Там выбрали Три тысячи Потом из трех тысяч Тысячу И вот эту тысячу Из этой тысячи 300 И вот эти 300 Уже слушали Сами жюри Основной жюри уже Из этих 300 Выбрали Нас В том числе Там было где-то Порядка 30 Песен отобрано Да На финал Вот мы туда вошли Мы были конечно Очень удивлены Мы в шоке были Вот совершенно не ожидали Ну на самом деле Вы достойны Вы не скромчите Я поздравляю вас С этой как бы Работой А мы сейчас Еще одну песню посмотрим Которую ты мне Долго присылала Она называется Прожито лето Прожито лето Прожито Хорошо Пускай прожито Прожито лето Дуэт Смысл есть Слушаем Смотрим Прожито лето Прожито лето Будто бродяга Будто бродяга У дома Все что от нас осталось Фото в альбоме Прожито лето Прожито лето Прожито Прожито лето Прожито Угли Залью Дожди Ты на скамейке Прошлого Больше меня не жди Будут вдоль улиц тесных Люди спешить, как обычно Что мы уже не вместе И безразлично Пусто вдыхаю воздух Чувства в кулак и до хруста Может к зиме морозное лето Будто бродяга Прожито Прожито Лето Прожито Угли Залью Дожди Ты на скамейке Прошлого Больше меня не жди Не жди Прожито Лето Прожито Угли Залью Дожди Дождей Прожито Ты на скамейке Прошлого Больше меня не жди Не жди Прожито Лето Прожито Пули сольют дожди Ты на скамейке прошлого Больше меня не жди, не жди Прожито лето, прожито Пули сольют дожди Ты на скамейке прошлого Больше меня не жди, не жди Прожито лето, прожито Возвращаемся в студию Хорошо, мы вот эту вашу победу Уже обсудили Теперь давайте о том, с кем вы работаете Ну, на самом деле Ты аранжировку сама делаешь Всегда Не Дима? Дима пишет музыку Я, если мне кажется Что надо что-то исправить Исправляю Нотки, аккорды Вот это все Дима, ты делаешь аранжировку? Да Ну, я вот и думаю Мы оба аранжировщики Просто она работает На программе Fruity Loops А я работаю на Cubase А сам процесс у нас происходит такой Значит, она начинает бас Партию ударные Все инструменты Инструменты Все, кроме гитары Потом это все по трекову Она мне сбрасывает Я в Cubase это все заправляю И записываю партии гитар Я просто кусочек Видел, как творчески вы подходите Я имел честь пригласить вас Вы у меня спели бэки на песне За что я вам безумно благодарен Да, на благо Я просто со стороны посмотрел Как это все у вас Ну, немножечко я увидел Там мы, в принципе, не очень долго это делали Вы же профессионалы Ну, быстро Поэтому, Ириш, тебя я там Как ты подходишь к этому делу То есть все серьезно А как иначе-то Спасибо огромное, да Поэтому Да на здоровье, Мишенька Поэтому, да Мне очень понравилось Как вы работаете Это все равно Что к вам на студию попало Я посмотрел, как вы там Друг с другом общаетесь И как все это происходит Вот Вот Значит Еще раз спасибо Хватит Песня получилась шикарная Да еще и Басанова Ой, такая песня Вот Теперь давайте вернемся к тому Что с кем вы работаете Значит С кем будете работать И, значит С кем работаете И с кем отработали Ну, расскажи Ну, не то Что прям Работаем И отработали Просто До того Как у нас Появился наш дуэт Смысл есть Да, именно проект Мы Каждый по отдельности Занимался непосредственно Написанием песни И с желанием продать эту песню И вот в те моменты Как раз И Ирина И я Смогли это сделать Непосредственно У меня Купил песню Артур Руденко Две песни Да, но вторая что-то никак не выйдет Вторая никак не выйдет Он все планирует ее выпустить Никак не выйдет Также Знаменитая Довольно таки Группа Танцлу Это группа девушек Они Играют на своих инструментах И сами поедут Ой, они шикарные вообще девчонки Прямо советую Всем их посмотреть Послушать Взяли у меня одну песню Про любовь Вот Должно быть просто называется Должно быть просто Кто у меня еще? Я уже забыл Ну, Лера Огонек А, Лера Огонек Вот Дочка Катя Огонек Да Знаменитая Катя Огонек Она У меня Купила Одну вроде песни Или две По-моему две Две Ну, к сожалению, она почему-то сейчас не поет Что-то да, ее не видно Она начала петь Начала и все у нее пошло Хорошо пошло И в какой-то момент что-то как-то Ну, песни как бы остались Вот Ну, то есть у вас здоровое желание Заработать тоже Ну, во-первых Да, почему бы нет Да, 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 да Это хорошо, да Если мы пишем песни для себя Это одно, но мы же пишем песни Не только в своем, да, стиле Вот в нашем поп-фолк-роке Бывает, что рождаются песни Не с нашим сюжетом Что-то такое, шансон какой-нибудь рождается Не знаю, попса Что-нибудь такое хорошее Ну, куда их девать Их, значит, надо им Хозяев найти Мальчика, девочку Пусть поют Да Вот, ну, у меня тоже все скромно У меня песню поет Моя очень большая любимица Рада Рай Замечательная песня Да Да Такая получилась очень активная песня Может, это и весна И я уверена, что она и продолжает петь Потому что она прям такая получилась Зажигательная А кто еще поет? Лариса Гардера поет песню Какие-то сумасшедшие Многомиллионные просмотры На Ютубе этой песни Я не понимаю, в чем дело С чем? Там уже почти 40 миллионов просмотров Песня называется Господи, а как же она называется? Кленовая листва Грустит кленовая листва Грустит кленовая листва Грустит кленовая листва И там просто какая-то смешная история Я однажды влезла просто в Ютуб И ввела этот поиск И вдруг обнаружила просто Бесконечное количество каверов На эту песню Люди поют Играют на баянах Мимо нот Там чего-то меняют слова Но поют На сценах поют В ДК На улицах Я пишу соавтору Наташу Череднюкову Я говорю, Наташа, что происходит? Она говорит, я не знаю В общем, песня стала вот такой Достаточно популярной Это вот Лара поет Ну, кто еще поет? Любочка Вот Михаил Гругбов Скоро запоет Надеюсь Да мы все Никогда что-то мы это Только в тот раз проговорили Ну, ничего, мы это все в будущем Вот Ну, я как ваш друг Я покупать не буду Разберемся Чтобы вы понимали, как писать От души или не от души Потому что бесплатно от души Ну, ладно, я шучу, ребят Да, разберемся Да, конечно Хорошо Мы тогда еще на одну композицию Сейчас прервемся Все идет отлично вообще Спасибо огромное Мне нравится, как мы общаемся Спасибо Сейчас мы посмотрим Кстати, песня «Зебра» Да А я еще потом пару слов про нее скажу Смотрим, слушаем «Зебра» Маленькая зебра Она на равнине Маленькая зебра Она на равнине Отбилась от стана Взгляд на бездный небо Уставила сень Все темнее На лесу Заката Попада Вот она какая Клиная свобода Можно На поле бегать Скакать И сбиться Но Ката И скрывает Наша Верона Все И знают Старая Рыжая Львица Но Зебра Это Маленькая Лошадь Это Панезон И И И Тёмная Полоска Угроет Ножью Свет Моя Полоска Выгра Зебра Это Маленькая Лошадь Это Панезон И И Тёмная Полоска Угроет Ночью Свет Моя Полоска Выгнать Заканулы Точно Хочу Не ем Было Быть Спокойней Устал Тёплой Мамы Но Дочери Там Близь Висел Так Весел Так И Зебра Это Маленькая Лошадь Глеб Но Он Неслон И Тёмная Полоска Угроет Ночью Светлая Полоска Углит Светлая Маленькая Лошадь Это Это Панезон И И Тёмная Полоска Угроет Ночью Светлая Полоска Выгнать Светлая Это Маленькая Лошадь Это Панезон И И Тёмная Полоска Угроет Ночью Светлая Полоска Выгнать Светлая Полоска Выгнать Возвращаемся в студию, значит, зебра. Ну, зебра, я насколько знаю, это ваш талисман. Сегодня я зебра есть там? А, вон зебра. Вот. То есть, я так понимаю, он не поменялся? Нет. Она всегда с вами. Вы ей преданы этой зебре, вам её так и дарят, там как бы всё хорошо. Хорошо, значит. Значит, ну, оправдание просто той песни зебра, что это не просто зебра, а талисман. Да, талисман наш логотип. Да. Ещё я могу озвучить ваше такое пожелание, что вы в поиске директора? Да, нам было бы приятно, если бы озвучил концертный директор, нам было бы очень полезен. Посмотреть, что там есть материал, с чем работать, друзья. Так что, если директора, вот ищут ребята директора, я вам искренне желаю найти. Спасибо, Миша. Вот. Так. Теперь, значит, поехали дальше, моя. По поводу конкурсов и фестивалей. У вас уже и так их прошло много. В этом году вы опять же на Анатольевский фестиваль едете? Да, в конце марта поедем. Вы там бессменные ведущие. Да. То есть у вас там своя ниша. Вот. И я свидетель, как вы ведёте. Молодцы. Здорово всё, как всегда. Я вас что-то перехвалил уже. Да. Но вы этого достойны. Смотрите, значит, по поводу фестивалей. Наташа Череднякова, конечно, не надо пару слов сказать, раз уж мы собрались здесь, а мы там все вместе участвовали. Давайте расскажите немножко пожелания какие-то Наташи и вообще всем участникам. И, кстати, когда он будет, и про этот фестиваль пригласите кого-нибудь, я не знаю. С удовольствием. Ну, Наташа Череднякова, наша подруга, давняя. Я с ней дружу 10 лет. Дима чуть поменьше, 9, наверное. Чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше, да. Она поэтесса, очень серьёзная, хорошая поэтесса, очень хороший, добрый человек. Пару дней, господи, пару лет назад скончался её супруг, Анатолий Чередняков. Тоже был очень хороший творческий человек. Погиб. Да, он погиб трагически. Мы очень сильно переживали. И в его честь мы решили устраивать анатольевские по его имени фестивали. Эти фестивали проводятся в Нижнем Новгороде, потому что Толик был оттуда. И фестивали это... Они творческие авторы, исполнители туда приезжают, поют свои песни, либо читают свои стихи. Такая не очень большая, но очень душевная собирается компания. Собственно, ты там был, всё видел. Вот и в этом году, в конце марта, мы тоже опять едем туда. Тоже у нас собирается некоторое количество людей. Будем петь, плясать, вспоминать Толика, рассказывать новости. И, так сказать, приятно проводить вместе время. Там какое-то сумасшедшее количество городов, там, с каких-то... Да, с разных городов приезжают, да, довольно-таки большое количество получилось. В том году было, по-моему, из 17 городов в России, да, и даже из ближнего зарубежья приезжали. Из Казахстана приезжал кто-то. Яна Богова. Да, Яна Богова. Такая яркая исполнительная. Ой, Яна, да, это бомба. Вот, да, я тоже познакомился, было очень приятно. Ну, хорошо, давайте тогда, что происходит сегодня, какие планы. Ну, это такой дешеврный вопрос, я не знаю, может, они всем надоели уже, но они должны быть, эти вопросы. Поэтому поделитесь своими планами. Поделись планами. А что происходит сегодня? Сегодня происходит то, что вот-вот я сейчас выйду на пенсию в июле месяце. Ну, на военную пенсию. Ну, да, я понял. И будет уже свободен. Ну, и все, я уже буду свободен, и мы уже как бы сможем ездить по городам и давать свои концерты. Поэтому, собственно, мы ищем директора, концертного директора, который нам смог бы в этом очень хорошо помочь. Планы у нас заниматься концертами, петь свои песни, придумывать песни, написать второй альбом. Дописать. Радовать друзей. То есть, радовать людей, радовать друзей. Друзей тоже. Друзей, конечно, тоже. В Москве по санаториям тоже очень удобно. У нас целый журнальчик, у нее прям там все расписано, весь месяц расписано. И еще я хотел сказать то, что мы сейчас стали заниматься новой практикой. Это непосредственно эфиры ВКонтакте, может быть, и на других платформах тоже будем пробовать. Домашний приятный такой теплый концерт в прямом эфире. Общение с людьми. Общение с людьми. Нам задают вопросы. Людям никуда ехать не надо, очень удобно. Так что следите, как говорится, за нашими, за нашей рекламой, когда в следующем концерте. Соцсети вам, друзья, в помощь? Да. Я понял. Хорошо, ну, в общем-то, что, будем прощаться, когда все хорошо, незаметно прошло, за что я вам очень благодарен, на самом деле. Спасибо большое тебе. Несколько слов нашим уважаемым зрителям, и будем прощаться. Уважаемые зрители, мы желаем вам всем добра, мы желаем вам всем здоровья, мирного неба над головой. И, поверьте, смысл есть во всем. Именно поэтому мы и называемся дуэт «Смысл есть». Радость и счастье и любви. И исполнение всех ваших заветных желаний. Это была передача «Честная песня». Я ее ведущий Михаил Грубов. До встречи. Пока. Ну, а сейчас, наши дорогие друзья, мы хотим исполнить для вас песню под гитару. Песню на музыку Дмитрия Светозара и на стихи нашей замечательной подруги, прекрасного поэта-песенника Алены Шарифовой. Песня необычная, и называется она «Песня друидов». Полчие законы впитав с молоком, Ты знаешь, что пуля не дура. Не лезь из собственной шкуры вон, Обратно не влезешь в шкуру. Несправедливость и запах вранья Распознаешь ты сходу. Ты славный охотник, Но на тебя Тоже ведут охоту. Старая истина между строк Вводит слепую фемиду. Слушай внимательно, маленький волк, Песню друидов. Слушай внимательно, маленький волк, Песню друидов. Когда белый свет станет невыносим, И мышцы твои устанут, Доказывать всем, что ты не сукин сын, А отрок свободной стаи. Когда измарается правда во лжи, И с кровью смешается порох, С миром покойся, миру нужны Сказки о светлых героях. Старая истина между строк Водит слепую фемиду. Слушай внимательно, маленький волк, Песню друидов. Слушай внимательно, маленький волк, Песню друидов. Песню друидов. Песню друидов. Песня друидов. Песня друидов. Песня друидов. Давайте просто включим настроение. Давайте просто песни попоем.